О, точка пересечения диагонали выпуклого четырехугольника А, В, С, Д. Докажите, что прямая, проходящая через точки пересечения и медиан треугольников А, О, В и С, У, Д, вот прямая, перпендикулярна прямой, проходящей через точки пересечения высот треугольников В, У, С и А, У, Д. Ну вот, H1, H2, нужно доказать, что перпендикулярна М1, М2. Вот. Ну, давайте посчитаем задачу с помощью векторов. Позначим ОА, вектор ОА буквой А, вектор ОБ буквой В. Ну, ОС у нас коллинеарен вектор ОА, его обозначим КА, АОД как ЛБ. Вот. Дальше вектор ОН1 обозначим как С, и ОН2 обозначим как Д. Вот. А теперь запишем уравнение, которое будет показывать, что, например, BH1 перпендикулярно, там, ОА. Вот. Это означает, что скалярное произведение этих векторов равно нулю. Да. Вот. То есть А, да, соответственно, С минус В, равно нулю. Это условие для того, что BH1 перпендикулярно ОА. Ну вот. Ну вот. Запишем еще три аналогичных условия, что CH1 перпендикулярно ОД. В на С минус. Так вот, С это у нас КА. Проблема В. Дальше. А на LB минус D, и B на... Сейчас я не понял, почему А умножить на LB минус D? Сейчас. Ну вот это LB, это D. Да. Ну их разность это H2D. А А это ОА, но они перпендикулярны. А, ну да, согласен. Вот. Ну и, наконец, ОБ перпендикулярно AH2, то есть B на L минус А на LB. Вот. Мы перепишем их в виде правительства скалерных произведений по дорогам. АС равно АБ, ВС равно КАБ, АД равно ЛБ, и, наконец, БД тоже равно АБ. Так. Ну вот, у нас есть четырех способов. Ну, теперь перейдем к доказательствам. Нам нужно доказать, что H1H2 перпендикулярно М1М2. Значит, нам нужно доказать, что произведение вот этих двух векторов скалерное равно нулю. Да. Ну, вот это это С минус Д. А вот этот вектор у нас параллелен следующему. Если мы вот достроим треугольник А у Бета по лидограмме, ну и здесь то же самое сделаем, то ясно, что отрезок М1М2 будет параллелен вот этому вот отрезку. назовем М1М2. Вообще, конечно, есть просто формула, которая задает вектор, выходящий из точки в точку пересечения медиана. Ну, это да, но... В этом же состоянии с кэшем 2 третьих, которых у нас там потом берется. Ну да, да, конечно. Ну, нам не нужно. Я просто сразу запишу вот этот вектор как так же, как вот этот вектор. Ну, вот вектор ОМ1' это сумма векторов ОБ и ОА. То есть, вот этот вектор это будет А плюс Б минус, соответственно, ЛБ минус КА. Так. Можем да кажем, что он реагирует на лю. Ну, раскроем скобки. Значит, АС минус АД плюс БС минус БД минус ЛФС С плюс ЛБД ну, в общем, выражений. И плюс В первой скобке два выражения во второй четыре всего восемь штук. Ага. Да. Да. Ну, а теперь давайте их всех посокращаем с помощью ВНС отчетырех равенств. Значит, АС у нас равно АБ ААД у нас равно ЛАБ. Ну, давайте вообще все выразим через скалярное произведение векторов А и Б. Давайте. Значит, АС это у нас АРУЛЬАБ дальше АД это у нас ЛАБ БЦ это КАБ БД это просто АБ Дальше минус дальше плюс БД это у нас что это АБ плюс ЛАБ дальше АС это АБ значит минус КАБ Ну и наконец АД это ЛАБ то есть плюс АЛАБ Ну и все волшебно образом сокращалось Да, равно это с этим там это с этим то, что и требовалось доказать АЛАБ